Боже мой, Августа, только не моя жена. Нравится купальник, Лайонелл? Августа. Он пришёл со мне в пору. Зачем всё это? Все твои женщины совпадают со мной по размеру. Так значит, это всё ты, Августа? О чём речь? Откуда купальник? У меня тот же вопрос. Где ты его взяла? Я нашла его в комоде. Я спрашиваю, где ты его взяла? Я хочу знать, чей он, с кем ты встречаешься. Что? На мне он так же хорош, как и на ней. Что здесь происходит? Всё верно, там я его и нашла. Почему ты вообще рылась в моих вещах? Это что, подарок на память о незабываемой встрече? Хватит Августа! Ты так и не ответил? Нравится ли тебе, как он на мне сидит? Думаю, нет. Ты охладел ко мне как телом, так и душой. А, Джон, извини. Получил сообщение? Да, и по твоему голосу понял, что лучше прийти, а не звонить. Да, спасибо. Взгляни сюда. Это свежие данные по месторождению Макаллистер. Мы получили их в час тридцать пополудни. Я прав? Всё плохо? Да. Знаешь, но это ещё не всё. Складывается очень напряжённая комбинация. Завтра к этому времени Солнце, Луна и все основные планеты выстроятся в линию. Это увеличит скопление газа в бассейне до наивысшей точки. Я надеялся услышать другой прогноз. Должен сказать, что условия весьма неоднозначные. Посмотри на скопление, которое мы... Нельзя сказать наверняка. Пойми, точно никто не знает. А это мощная активность? Она прекратилась. Так. Это ведь хороший знак? Не обязательно. Прекрасно. А есть ли плюс скопление нефтяного топлива? Это относится к делу? Конечно. У меня очень точное оборудование, и я рад, что передислоцируюсь. И куда? На баржу в море. Выясню, есть ли там безопасное местечко. Будь уверен, тебя вознесёт на пару миль. Это почему? Потому что, возможно, цунами. Час от часу не легче. Да ты просто мистер оптимизм. Пожалуй, так и будем тебя звать. Лучше принять необходимые меры. Буду рад, если я ошибусь. Но лучше всего взять родных и друзей и покинуть город на несколько недель. Неужели всё это твоя игра? Это какая-нибудь юная, загорелая вертихвостка? Вот уж не мог подумать. Конечно. Это нелепая безвкусица. И я бы не щеголяла в такой гадости. К твоему сведению, этому купальнику уже много лет. Лайнелл, ты считаешь, что меня можно так дурачить? Или настолько потерял ко мне уважение, что считаешь меня полной дурой? Что ты такое несёшь? Мне не до шуток, Лайнелл. Мне больно. Кто-то отмечает свои подвиги засечками, ты же собираешь купальники. Ты даже не даёшь мне возможности всё объяснить. А ты сможешь? Сможешь объяснить, где ты, к примеру, был сегодня днём? Я был на нашем бывшем пляже. Зачем? Валялся с кем-то на песочке? Что за чушь? Я просто был там. Я должен отчитываться за каждую секунду. Зачем утруждаться? Не напрягайся, я всё равно тебе не поверю. Не поверю ни единому слову. Я никогда не смогу тебе доверять. Я этого не заслужил, Августа. Ты встречаешься с другой, и все в курсе, а я узнаю об этом последний. Встречаюсь с другой? И кто же она? Это мы узнаем из заголовков. Жена убила мужа и любовницу. Прекрасно. Ты даже имени её не знаешь. Откуда тогда подобные мысли? Что за глупости? Кто тебе сказал? Иден Кэпвелл. Что? Что слышал? Мы пошептались в музей, и она ликуя возвестила, что ты лжёшь мне каждую секунду. Большой Бен. Кэпвеллы всегда врут. А я и верю. И не собираюсь молчать. Я хочу знать, с кем у тебя интрижка. Да не с кем. Лжец. Ты лжец. Хорошо, хорошо. Лжец. Ладно. Не веришь, встань у меня в этот злосчастный круг правды, и я повторю. Нет, Лайнелл, прекрати. Мы не в игры играем. Хорошо, хорошо. Значит, ты предпочитаешь правде своей фантазии. Дело не в этом, а в твоём нескончаемом обмане. И каждый раз, стоя здесь, ты врёшь. Я? Это ты постоянно хитришь. Ни разу. Всё время. Прекрати, Лайнелл, для тебя всё это игра. Ты меня предал. И использовал. Ты сама это всё придумала. И прекрати сгущать краски. Я этого так не оставлю. Имей в виду, я не смирюсь с этим. Никаких встреч с другими женщинами, пока ты женат на мне. Я не прощу тебя предательств и твоих насмешек. За всю жизнь не расквитаешься. Боюсь, после такой проникновенной речи жить мне осталось недолго. Я всё понимаю, но обстоятельства изменились. Судно сместилось. Оно недосягаемо. Откуда нам было знать? В том-то и дело, сейчас мы бессильны. Я надеялся, что поставлю Кэпфулов на место. Всё было идеально, а теперь мне придётся всё переиграть. Я дам тебе знать, что и как. Не хотелось бы. Пока. Я могу войти. Миссис Локридж? Какой сюрприз. Входите, входите. Ищите Питера? По правде говоря, я пришла к вам. Правда? Как вы узнали, что я здесь? Сделала пару звонков. Я удивлена. Вы планируете перебраться в офис Питера? Нет. Просто нужно изучить эти карты. Понимаю. Меня не покидают мысли о нашем разговоре в музее. Не будем переливать из пустого в порожнее. Кто эта женщина, о которой вы говорили, обвиняя моего... Я сказала это от злости. Видимо, вы слишком злы. Раз врёте. Миссис Локридж, я действительно сказала всё, что хотела. Ваши семейные проблемы – это ваше дело. Я не хочу больше влезать в вашу жизнь. Дорогая моя, вы уже влезли в неё по самые уши. Да. Я вынесла поспешное осуждение. Но не собираюсь дальше углубляться в это. Прошу прощения. Слушаю. А, привет. Да. Как раз сегодня я была на новой пляжной территории. Делала эскизы. Но это ещё не всё. А ты сможешь? Сможешь объяснить, где ты, к примеру, был сегодня днём? Я был на нашем бывшем пляже. Зачем? Валялся с кем-то на песочке? Что за чушь? Я просто был там. Я должен начитываться за каждую секунду. У меня есть пара предложений. Новый подход, в том числе и в дизайне. Но придётся проверить все системы. Вот данные за прошлую неделю. Видите изменения? С каждым днём всё хуже. То же сказал и профессор Медрик из Института сейсмографии. Посмотрите вот здесь и обратите внимание на эту шкалу. Это говорит об аномальном давлении. Вы должны знать. Меня это очень беспокоит. Я вижу это серьёзно. Ещё как. Сильное землетрясение может начаться в любой момент. Твой совет? Вывести оборудование, остановить добычу, возможно полностью. Хотя бы на неделю. Откладывать нельзя. Мы уже говорили об этом. Круз, ты хоть представляешь, какие это затраты? Жизни дороже. А что если это ложная тревога? А катастрофу твердят уже несколько лет. Не верите мне? Прислушайтесь к профессору Медрику. Все эсмологи всегда предсказывают худшее, они этим живут. Мы получаем тревожные сигналы с океанского пласта. А это всегда знак, что-то назигается. Вот именно, что-то. Где-то, когда-то. Погадаем на кофейный гусь. Наша задача, приду гадать, пока не поздно. Мне жаль, Круз. План надо соблюдать, иначе разоримся. Закрыть буровые на неделю? Нет, я думаю, можно подождать. Что ж, решать вам, мистер Си. Но должен сказать, я чувствую, чувствую, что так и будет. Было бы разумно послушаться моего совета. Если я окажусь прав, вы потеряете больше, чем деньги. Надо же, ты дом. А ты где была? Ездила по городу и все время думала. О чем? О тебе и Кэппеллах. Надеюсь, никакой новой чепухи, а расстроенной ты не выглядишь. Ты прав. Кажется, все пазлы сошлись. Если тебя подмывают устроить сцену, давай не будем ходить вокруг да около. Перейдем к делу. Сцен не будет, если ты не начнешь первым. Я тут вот что подумала. Я выскажу свои теории, а ты решишь, насколько они состоятельны. Решила разыграть целую пьюз? Валяй. Я задалась вопросом, какой самый эффективный и желанный способ нанести удар по клану Кэппеллов? Ведь ты грезишь об этом с тех пор, как они украли нашу собственность. Это твои предположения. Продолжай. Я не права. Ладно. Разве есть в мире что-то более ценное для Си-Си, чем ненаглядная дочь Иден? У него есть еще одна ненаглядная дочь Келли. Да, но она, безусловно, не так любима, как Иден. Это очевидно. Иден жила в Европе, он потакает всем ее капризом. Влиять на Си-Си проще всего через Иден. Вопрос в том, как же это сделать? Не желаешь глоточек? Нет, спасибо. Лучше сохраню трезвомыслие. Си-Си был бы потрясен, если бы Иден завела роман с кем-то совершенно неподходящим. Скажем, с каким-нибудь просточком из низов. Это бы его подкосило. Да уж. Но еще хуже, если Иден увлечется кем-то из локриджей. Си-Си был бы дал концы, если бы она влюбилась в Орона. Очень может быть, но это не так. Воистину. И в моей голове возник другой вопрос. Кто может быть хуже Орона? Образно выражаясь. И меня осенило. Это ты. О, боже, да. Что, если ты встречаешься с Иден, и вы тайно видитесь прямо в наших бывших пляжных владениях? Это был бы настоящий, безусловный апофеоз мести. Уже ли ты всерьез так думаешь? Попался. С логикой у тебя всегда была туга Августа. Значит, тебе не составит труда все это опровергнуть. Смелей. Хочу услышать, как ты будешь отрицать, что вас с Иден, Роман.